В Новом Уренгое начали строительство жилого комплекса на 12 шести этажек. Новостройки возведут в южной части в микрорайоне Созидателей. Полностью проект завершится в 2030 году. Помимо домов здесь появятся коммерческие здания, парковки, детские и спортивные площадки. Территорию озеленят. Как отметили в официальном телеграм-канале Нового Уренгоя, дома гармонично впишутся в уже имеющуюся застройку района. 19 октября 8 талантливых школьников со всего Ямала улетели в Артек на финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Новый рингой представляет Анастасия Осинкина. Девушка окончила школу искусств имени Рахманинова. Она играет на флейте. Окружной департамент образования отмечает, что у школьников большие шансы на победу. В числе сильнейших Полина Лиман. Из Надыма она выиграла в первом сезоне и будет участвовать в конкурсе уже третий раз. Осенью жители Ямала ждут два ярких зрелища. Частичное солнечное затмение 25 октября и полное лунное затмение 8 ноября. Максимальная фаза первого затмения пройдет в 14.00 по московскому времени. Оно может длиться до 6 часов. А 8 ноября ямальцы увидят кровавую луну, когда ее закроют тенят земли, но при этом будут освещать солнечные лучи. Преломляясь, они окрасят спутник земли в багрово-красный цвет. Новый рингойц Алексей Ситников выиграл золото на чемпионате России по пауэрлифтингу. На престижном турнире в Брянске спортсмен представлял сборную Ямала. Алексей Мастер спорта в 2021 году завоевал титул чемпиона мира. Тренирует его Константин Павлов.